В приемной президента России в Самарской области сегодня решили ряд важных вопросов, в том числе и касающиеся переселения многодетной семьи. Супруги Тарасенко и шестеро их детей ютились на 42 квадратных метрах. Из коммуникации в их доме было только электричество. В центре города грелись дровяной печкой. Эти кадры уже скоро станут архивными, и семья наконец-то будет жить в комфортных условиях. За этой историей мы следили с самого начала. 19 октября Татьяна Тарасенко обратилась на прямую линию по вопросам отопления в приемную президента России. Тогда состоялся телефонный разговор с главой региона. Женщина рассказала, около бывшего ипподрома есть частный сектор. Это четыре дома. Из коммуникаций только электричество. Отапливаются дровяной печкой. На 42 квадратных метрах ютятся в девятером. У семьи шесть детей. Старший 12 лет, младший 5 месяцев. Дмитрий Азаров в ситуации был, мягко говоря, шокирован. Поручил срочно разобраться. Татьяна Николаевна, я вас приглашаю на личный прием. С вами отработают представители городских властей, Министерство социальной защиты. Завтра мне доложат по ситуации. И мы с вами обязательно встретимся лично, чтобы ваш вопрос решить. Спасибо вам. До встречи. В этот же день многодетной семье привезли уголь. На следующий помогли материально. Далее ситуацию внимательно изучали, в чьей собственности земля и дом. И вот настал час икс. Татьяна заходит в приемную президента. Она улыбается, даже смеется. Но признается, это уже нервы. Очень волнительно. Волнение прям зашкаливает. Она пока не знает, что будет дальше. Еще одну зиму в таких условиях боится не пережить. Чтобы обогреть дом, приходится вставать по несколько раз ночью. Постройка старая и уже не держит тепло. К тому же территорию постоянно затапливает. Рядом озеро. На встречи Татьяне предлагают разные варианты. Глава региона интересуется, как будет лучше для семьи. Вы на квартирный дом переезжать не готовы? На земле. Меня принесли в этот дом. Понимаете? Я жила на земле. У меня есть гуси. У меня есть утки. У меня огород. Я сажаю помидоры, огурцы. В ближайшее время Татьяне предложат несколько вариантов. Главное, чтобы многодетная семья жила в комфортных условиях. Давайте попробуем, чтобы сроки ускорить. Понятно, что можно бесконечно убирать Татьяну Николаевну. Да нет, мне самой хочется, поверьте, побыстрее. Не та ситуация, конечно, когда условия вот такие. Давайте побыстрее определимся по объекту. На нем остановимся. Будем решать. Рассмотрели и вопрос соседей Татьяны. Среди них 82-летняя пенсионерка. Мы также о ней рассказывали в эфире. Женщина живет одна и буквально еле ходит. Без коммуникации тяжело, крыша течет, часть дома разрушена. В ближайшее время будет проработан вариант расселения в рамках федеральной программы. Мне кажется, что все удалось, что все решится. И не только мне помогут. В принципе, вообще нам сказали всем нашим соседям, включая нашу бабушку. Какими эмоциями сейчас поедете домой и будете рассказывать все это? Ой, даже не знаю. Это все бушует, все переполняет меня. Вот просто счастье, радость, я даже не знаю. Татьяна вернулась домой. Но эти кадры, как и этот частный сектор, уже скоро станут историей. Семья пообещала пригласить главу региона на новоселье. Ольга Павловская, Алексей Велимискин. Новости губернии.